Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, дорогие зрители, очень рад поприветствовать вас в нашем очередном выпуске. Этот выпуск посвящен мученической смерти и Дням Мученичества Фатмия Захры Мирьей. Госпожа Фатмия является одной из величайших четырех женщин в истории человечества, наряду с Девой Марией, наряду с супругой фараона Асии и наряду с супругой пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и его святейшее смейство Мухаммеда Хадиджей. Госпожа Фатмия является вершиной человечества и вершиной всех женщин. Не зря госпожу Фатмию называют госпожой всех женщин, всех мирских женщин и всех женщин загробного мира. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и его святейшее смейство, соизволил, Фатмия является частичкой меня, Фатмия является частицей моей души и моего тела. Эта непорочная, эта святейшая госпожа является олицетворением школы пророчества, является защитником школы пророчества и школы имамата. За свою короткую жизнь, которая длилась всего лишь 18 лет, она успела и служить пророку, и служить своим мужу, повелителю права верных Али ибнабу Талибу. Она успела защитить школу пророчества и школы имамата, и пала мученической смертью ради этой борьбы. Она олицетворяет борьбу не только женщин и всего человечества против гнета, против любого типа, любой разновидности гнета. И она олицетворяет борьбу за справедливость, за истину. До судного дня эта борьба будет продолжаться в лице каждого человека, который хранит в себе любовь. Любовь по отношению к исламу, любовь по отношению к пророку Мухаммеду, любовь по отношению к святейшему семейству пророка и любовь по отношению к борьбе за справедливость, борьбе за истину. Эта борьба дает силу каждому последователю истины, и в том числе последователю школы пророка Мухаммеда, школы Али ибн Абутальба и непорочных имамов. Почему мы отмечаем дни памяти мученичества Фатмы Азахры? Потому что это придает силы, это придает моральный дух, который не угасает уже в течение тысячи лет. И с каждым годом не только что угасает, но еще ярко воспринимается и еще становится очень сильнее и в деяниях людей, и в наших душах, и в нашем мировоззрении, и в наших взглядах, и в наших словах, и в наших мыслях. Пока школа пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и его святейшее семейство, существует, процветает, продвигается и мотивирует миллионы людей, школа мученичества Фатмы Азахры, мир ей, будет всегда греть душу всем тем людям, которые действительно хотят и будут бороться с несправедливостью, с гнетом и будут стоять рядом с истиной. Госпожа Фатма Мир ей, помимо своей мученичества, является олицетворением материнства. Она является матерью последователей школы имамата, школы Аль-Аль-Бейт и школы, истинной школы пророка. Да благословит его Аллах и его святейшее семейство. Как подобает детям, подобаться своим родителям, мы обязаны следовать за нашей матерью, обучаться у нее, познавать ее, изучать ее личность, ее жизнь, ее нравы, ее взгляды, ее непогрешимость. И это должно стать основой для всей нашей жизни и нашего мировоззрения. Приношу свои соболезнования каждому, кто хранит в себе любовь к госпоже Фатме. И всему Аль-Аль-Бейту по поводу дней поминания мученичества этой госпожи. И да благословит Аллах, святейшее семейство пророка и весь его род. Благодарю вас за внимание. До новых встреч.